О существовании эфира люди знали с глубокой древности. Это основа основ ведического миропонимания. Об этом говорили и величайшие ученые умы разных времен и народов. У нас страна первого лица, потому что у нас вероучение православное, значит, дух истины исходит только от отца, а у католиков еще и отцыны. Здесь вот двоичность появляется. А если двоичность, то судьбоносные решения могут происходить не только от первого лица, но и от какого-нибудь парламента. А если только от первого лица, то парламент – это все такая боярская дума. Ну, думайте и думайте, а я решил, а я решил. Вы подумали, а я решил. Да, вы подумали, а я решил. Значит, у нас четыре колонки, четыре башни Кремля, их там вообще не четыре, а пять. Ну, значит, четыре башни Кремля. Первый – большерки Денисов. Вторые – это монархисты Романовские. Третий – это, значит, евразийцы, четвертый – либералы. Они все прикрыты силовыми, значит, структурами. Большевики Денисов – это Росгвардия. Монархисты – это вооруженные силы. Евразийцы – это спецслужбы ФСБ. Либералы – это полиция и тюремные стражи. Рене Декарт утверждал, что мир заполнен эфиром, который обеспечивает взаимодействие твердых тел между собой посредством эфирных завихрений турбионов. Торричелли констатировал, что над ртутью в трубке барометра находится некое вещество гораздо легче воздуха. Чтобы объяснить передачу света, тепла и магнетизма без использования магических понятий, ему необходимо было признать существование эфира. Исаак Ньютон в 1717 году, публикуя новое издание «Оптики», говорит об эфире как о среде, заполняющей все пространство Вселенной. Максвелл расширил и развил качественные аспекты концепции Фарадея – линии электрической и магнитной силы, полагая, что силовые линии – это трубки эфира, вращающиеся вокруг своих осей. Дмитрий Иванович Менделеев не представлял себе мира без существования эфира. Поэтому у нас страна перволица, и без перволица ничего у нас не будет. Поэтому задача стоит в том, чтобы это перволица склонить. Алло. Евгений Михайлович, доброго дня. Ярослав Старухин. Глобальная волна для улучшения обслуживания. Идет запись. Евгений Михайлович, со всеми прошедшими, наступающими и так далее, я по какому вопросу практическому звоню? Хотел обсудить идею и, беседуя с вами, поделиться и со зрителями, и слушателями в том числе. Мы сейчас наблюдаем резкую смену температурного режима в том регионе, где мы живем. И мы наблюдаем, что резких смен воздушных масс не происходит. У меня гипотеза, ну пока гипотеза, что изменение температуры происходит из-за изменения электромагнитно-статического фона среды, в которой мы находимся. Соответственно, как мы можем это уловить? То есть, какой необходимо создать прибор, что с изменениями температуры мы можем фиксировать изменение плотности электромагнитно-статической среды по образу, как Бровин показывал, что в вакууме у него транзистор дает иные показания проводимости, сопротивления и так далее. И вот вопрос вам. Можем ли мы написать техническое задание, что это должен быть за прибор и что мы хотим попробовать поймать? Вот смотри, какая вещь. 27 числа будет конференция. Да. Да? Значит, там у меня будет доклад. И вот на этом докладе я тебе покажу прибор, который даже вакуум мерит мой. То есть, в принципе, то, что сейчас происходит, это ты же знаешь, что сейчас Солнце активно максимально. Да. Это означает, что с Солнца идут вихри эфирные, а не такие простые, которые там глазом видны, не частицы летящие, а именно эфирные вихри. Эти вихри, они же, понимаешь как, они бывают, если это интенсивные потоки, то тогда бывают достаточно сцепленные вихри друг с другом. То есть, вихрь, который, скажем так, спин, который направлен к центру, и спин, который направлен в обратную сторону. Вот тот, который направлен в обратную сторону, он будет отсасывать, охлаждать. Это циклон. Вихрь, который... Дело в том, что я показал, что, значит, фактически вот торнадо, циклоны, это на самом деле не атмосферные вихри, это вихри эфира, в первую очередь. Потом все остальное. То есть, эфир движет эти массы, он создает эти потоки. Ну и, соответственно, если плотность большая, то у нас вот такие перепады идут с давлением. Потому что вихрь за вихрем приходит, и они меняют ситуацию. Замечательно. Таким образом, глобальная волна продолжает вести разъяснительно-образовательную исследовательскую деятельность, ибо об этом никто в обществе не говорит. Но я с этим столкнулся еще в 2007 году, когда я беседовал с Игорем Петровичем Копыловым. Когда на море неожиданно были волнения, там корабли потопли, там Саяно-Шушенская ГЭС. И Копылов как раз писал, что нужно обратить внимание, что это как раз вот электромагнитные процессы. И никто в правительстве, никто в Академии наук на это не обращает внимания. Как и природу теплоты никто не рассказывает нам. Пап, я тебе давай наполню еще немножко. Значит, если ты посмотришь выступления мои на семинарах, я как раз показывал, что и теплота, и радиоизлучение и так далее, это все в первую очередь движение эфира. Движение эфира определенной формы. Это не просто там вот такое-либо, а именно определенные формы, определенные конфигурации. Например, радиоволна – это продольная эфирная волна. Там нет никаких поперечных волн, безусловно. И я это показал, что на самом деле и Тесла это показывал. Он даже приехал к Герцу специально, чтобы доказать ему, показать ему, что он ошибся. И Герц согласился с доводами Тесла. Но он уже ничего поменять не мог, потому что через несколько месяцев он там скончался, он больной был. Например, такие вещи, как теплота и так далее. Мой прибор прекрасно измеряет теплоту. Если чайник нагреть до кипения, то ты увидишь, и показания прибора изменятся. Но выключаешь электричество, а показания прибора остаются. Почему? Потому что и теплота представляет собой вихревые колебания эфира. Это связано с кавитацией, например, в воде. Ты нагрел воду, а там кавитационные процессы продолжают идти. И у меня есть измерения на кавитационные установки, которые показали, что там превышение фона даже через 10-мм стальную поверхность сосуда, она спокойно проходит и показывает 3-4-кратное превышение фона. Это при небольшом… на ощупь это там градусов 40 даже нет. Так что, значит, в принципе, надо понимать, как движутся эфиры, тогда понятно, что происходит со всеми. И, в частности, мой прибор – это всё прекрасно ломит. Он ловит, когда на Солнце заходит туча кучевая и уходит потом, значит, обратно восстанавливается значение, разница в показаниях в два раза меняется. Но это не то, что прибор смотрит на Солнце, а просто он находится в помещении, а Солнце где-то там гуляет просто. Если туча нашла на Солнце, темнее становится, это видно всегда. Так что, особенно это летом хорошо видно. Между днём и ночью это прекрасно видно. То есть, у нас везде, а в частности, вот на докладе, который будет, я там покажу, что даже просто наличие вакуума в какой-то объёме уже сразу возникает область, значит, где, когда нету там газа или откачан газ там, то в этом месте у тебя возникает сильное колебание эфирное. Почему? Потому что молекула газа не мешает ему колебаться. И, соответственно, показания на приборе в 7 раз увеличиваются по отношению к фону среды. Ну, вот считай. А если, например, ты заливаешь воду охлаждающую в рубашку, и она даже не течёт, а просто находится там, то у тебя показания в 140 раз увеличиваются по отношению к окружающей среде. То есть, вода начинает играть в игру, то есть, она как усилитель работает этих колебаний. Это, ну, там ещё ряд целых вещей, я покажу всё это на графиках и так далее. Это всё измеренные вещи. Это не домыслы чита там, да, а это всё померенные вещи, которые вот на конференции как раз будет доклад о том, что, в принципе, у нас вот наша водная среда, вот мы же вода, в принципе, в основном, то есть, вода принимает игру эфира. Насколько играет эфир в этом месте пространства, настолько, и вода воспринимает эти колебания. И поэтому, вот, и ко всем атмосферным явлениям и так далее. Да, это объясняет причину метеозависимости. По поводу конференции. С Дмитрием Лосинец я созвонился, там списочный проход. Значит, я сказал, что, возможно, я приведу несколько интересных барышин для киносъёмки, но пока фамилии неизвестные. Вот, поэтому будет вестись прямая трансляция. Дмитрий Лосинец будет вести прямую трансляцию. Я планирую дублировать тоже трансляцию. Эфирная конференция. Вы много принимаете участия в различных диспутах и так далее. Вы прекрасно знаете, какие идут споры по термину эфир. У вас есть непротиворечивые, и которые, возможно, устраивают многих определения, что есть эфир? У меня выстроен теоретический ряд. В принципе, всех основных свойств эфира и вдобавок ещё есть вещи померенные. Ну, в частности, значит, у меня померена плотность. Это не теоретически предсказанная плотность, а это плотность эфира, которая померена за счёт того, что Земля растёт. Это доказано системой GPS, которая показывает, что на радиус 5 мм в год растёт Земля. И, соответственно, этому можно посчитать, какое количество эфира, значит, проникает сквозь Землю, рождается протон, и, соответственно, у тебя происходят все эти процессы преобразования, трансмутации от протона до всех элементов химических. И, значит, соответственно, плотность фактически на сегодняшний день, она измерена, она не вычислена математически, из формулы, она измерена. Вторая вещь, что давление эфира померено американцами, они, значит, давление на поверхности протона они обнаружили, значит, с значением у Ациковского она отличается всего лишь на порядок. То есть это 34-35 степень. Это очень высокий. А Ациковский практически рассчитал верно. Попал. Плюс-минус, погрешно. Потому что в 10 раз при степенях 34-35 это никакой роли не играет. Ты же понимаешь, это сумасшедший, значит, уровень приближения, да? Реально. Так определение все-таки, определение какое? Ну, эфир это некая среда, которая представляет собой все-таки, ее можно представлять как непрерывную среду, но она является, в принципе, тем, то, о чем рассказывал Ациковский. Единственное, значит, Ациковского из тех движений эфира, которые он, значит, описывал, там я, в принципе, добавил еще два движения эфира, это которые он не учел. Вот. А так, в принципе, значит, основные все положения, они соответствуют тому, что подтвердается на всех экспериментах, на всех этих самых исследованиях и наблюдениях, которых есть. А, в принципе, основное движение эфира, если взять, это троидальное кольцевое с ярко выраженным джетом спином. То есть, вот эта вот форма такая, она, значит, у Ациковского спина джета явно выраженного не было. А это очень важная часть, потому что без этого механику вот это троидальное движение понять невозможно. Там иначе не стыкуется, значит, некоторые вещи связаны с тем, а что такое спин, а что такое джет в галактиках и так далее. То есть, а на самом деле получается, ну, первое, взять галактику, там четко я показал, что есть такое движение внутри галактики, это даже сами астрономы нарисовали по их, значит, наблюдениям, которые они сделали в радиодиапазоне центра нашей галактики. а не поняли, а что они нарисовали на самом деле. Потому что у них нет такого представления об эфире, соответственно, они не могут такими критериями мыслить. То же самое у кавитационного пузырька, абсолютно такая же конструкция, такая же конструкция у протона, такая же конструкция у тормада, у этих самых наших больших вихрей, которые по земле гуляют в виде атмосферных и так далее. То есть это а если какой-то процесс находится внутри вот такого движения, процесс может быть громадным, и вложенность там, значит, фрактальность там реально она сумасшедшая, она вложенность друг в друга там, ну, от протона до галактики, можете представить, диапазон. Так, у меня три вопроса, три вопроса, вот я записал, пока вы говорили, значит, по порядку пойду. Первое, вы сказали, что у вас есть полная выстроенная теоретическая часть, это уже существует в виде доклада, презентации, где-то можно посмотреть? Да, это все существует, кроме одной позиции, одна позиция пока не поддается, ведь я же что делаю, я делаю так называемые ремонтфактурики, да, то есть я восстанавливаю модель по, значит, наблюдениям и, значит, исследованиям, измерениям, которые проведены множеством людей, причем, в первую очередь, тех исследований, которые никак не вписываются в стандартную модель, никак не вписываются в стандартную модель. И поэтому, значит, ну, как ты помнишь, с чего начинался, мой первый доклад, это был по рентгену, где рентген, это угарная эфирная волна, дальше, значит, было измерение тока, ток в проводнике, это есть поток эфира в проводнике, и наличие там поверхности эфирми, которая непонятно, как вообще описывается, там, она очень странно описана с современной физикой, она очень четко выстроенная, структура, похожая на то, что писал Цыковский, но Цыковский ошибся, он делал, значит, эту поверхность представлял себе, что она имеет в шахматном порядке, и спины смотрят в разные стороны в шахматном порядке, а на самом деле они смотрят в одну сторону, тогда все логически устаканивается, и баланс устойчивости сохраняется, а во всех этих вещах самая главная вещь это устойчивость, если не будет устойчивость движения эфира, он будет развален, для этого должны быть определенные условия его, значит, радиоизлучение это продольная волна, то, о чем и говорил Тесла, и кричал на всех самых своих лекциях и так далее, мир это ни черта не услышал по-настоящему, но в принципе у меня показано каким образом, что никакое не надо для описания всех этих процессов, совершенно не нужна никакая поперечная составляющая, она рождается, потому что это инженерное было решение для того, чтобы усилить разницу, делается асимметрия пространственная, для того, чтобы легче выделить было сигнал, на самом деле волна чисто продольная, дальше, единственное сейчас остается у меня, например, это что такое свет, похоже, Ациковский был близок к тому, что это есть, но там остается проблема излучения и поглощения, почему, потому что там несоизмеримы длины волны, размеры атома и так далее, там, этой модели до конца нет, она там, есть противоречия, которые пока у меня, ни у кого не решены, кстати, эта модель надо дорабатывать, я вот уже полгода занимаюсь теоретически этими вещами, для того, чтобы попытаться состыковать вот эту модель, на самом деле, чтобы она была непротиворечивой, вот, а в остальном там все более-менее понятно. Хорошо, я понял, что презентации существуют в разрозненных роликах, точнее, не так, материалы... Нет, смотри, значит, Ярослав, у меня написаны значит, материалы на письменном виде, и есть, значит, на семинарах, на конференциях выступления с докладами, с презентациями, все. Один ресурс, который называется главный, это градиент на эфиродинамике. Фактически, это продолжение эфиродинамики от Сековского, исправление, добавление, тех вещей, о которых он не знал и не мог знать. Он уже в последний период он не отслеживал того, что нового происходило, а я постарался отследить все, что на сегодняшний день, до чего в интернете можно было дотянуться. Так что, там все, и все материалы там расположены в открытом доступе, все, и еще ссылка на другие все ресурсы и на Ютубе, на Рутубе, на Дзене, то есть, там все это есть. А главный ресурс, это на моем сайте. Хорошо. Второй вопрос. Если надо набрать две вещи, набрать мою фамилию и градиент на эфиродинамику, сразу попадете на ресурс. Хорошо. Значит, второй вопрос. Как вы считаете, что лучше необходимо сделать, какие детские наборы можно было бы предложить сделать? Я вот написал, например, фиксировать корреляцию изменений температуры воздуха и показания эфирного датчика, чтобы люди могли наблюдать, например, как изменение эфира и какая динамика. Для этого надо всего лишь сделать одну вещь. Надо сделать серийное производство моих датчиков. Все. Отлично. Ваши датчики. Соответственно, у нас уже есть производитель катушек Мишина и не один производитель. То есть организационно комплектующий функционал уже существует. Дальше просто надо понять деталировку, какие детали. Там есть простой датчик. Там единственное, что измеритель требуется, в смысле тестер требуется с хорошими параметками. Но это можно сделать, если будет производитель, то это можно сделать уже чисто функционально под эту задачу схему доработать и покупать готовый прибор многофункционально, а сделать именно той функции, которая нужна. Там одна функция всего измерения напряжения. Кстати, и то, что говорил по электрическому потенциалу, на самом деле в эфирной динамике фактически что такое электрический потенциал? Это есть давление эфира, он пропорционален давлению эфира. То есть все идет на уровне разницы давления эфира. Почему я назвал градиентной эфиродинамикой? Потому что это связано с разницей давления. Где возникает разница давления, соответственно, возникают потоки, которые текут от более высокого места давления к менее высокому месту давления. Вот и получается, что это основная ее сила, которая движет весь эфир в определенных направлениях, в определенной конфигурации и форме. Так, тогда развивая пункт 2, помимо изготовления датчика, пункт 2.1 это разработка программного обеспечения на телефон, ну, на телефон или на компьютер, соответственно. То есть датчик сам по себе стоит, работает, показывает и сводит аналитику на некий аппаратный... Никакой особой проблемы нет, потому что измерение идет в цифре. Эту цифру просто надо передать на... Это то же самое, что ты на стеллографе смотришь, ты точно так же можешь смотреть на телефоне. Я сейчас для наших зрителей, которые думают, чем можно быть... Просто мне пишут, многие пишут, задают вопросы, чем мы можем быть полезны. Я говорю, например, найти производство, найти финансирование для производства компьютера, для датчика. Программисты могут принять участие в разработке этой программы. Ну, как пример, что... Я тебе скажу такую вещь, там ничего сложного с этим нет, сейчас это можно все создавать на основе готовых блоков, ну, блютузовский блок, там, для... подцепить его к типа Ардуино, есть такие мини-компьютеры, даже еще меньший размер. Они все программируются очень легко, достаточно. Это вопрос в том, что там нужна единственная вещь, это входное, высокое входное сопротивление для того, чтобы получить хорошее качество. Обычные тестеры дают 10 мегаом, а там желательно и сделать гальмоническую развязку, вот и все. Ну, это отдельный разговор с теми людьми, которые будут заниматься производством. Хорошо. И тогда переходим... Понятно, что делать. Но без финансирования понимаешь, что это... На что вы считаете нужным финансированием? Вот есть производственник, у него уже готовое действующее производство, он может поручить одному-двум разработчикам, технологам сначала подготовить техзадания на производство, выделить рабочие места, то есть здесь финансирование не требуется. Вы на что считаете нужным финансирование? Финансирование надо для того, чтобы уйти, например, от покупки дорогостоящего тестера, который нужен с точки зрения того, что там нужно один микровольт с точки зрения. И сделать оцифровщик свой туда, дешевый, который можно было подключить к блютузу и передавать на тот же самый телефон и так далее, на компьютер телефона и прочее. Что нужно, чтобы сделать такое устройство? Или вайфаевский модуль. Я за то, чтобы готовые модули, которые существуют сейчас, можно купить в Алиэкспрессе, они настолько дешевые, что их разрабатывать, вот эти модули, которые можно в функцию добавлять, их не надо снижать самим, за такие цены не произведешь, их просто даже близко не произведешь. использовать готовые модули и, соответственно, получить уже хороший функциональный прибор, то есть убрать ту избыточность, которую, например, ты покупаешь многофункциональный тестер, но какой смысл тебе? Используешь только всего одну функцию его и все. В принципе, поэтому это может сильно удешевить само изделие, соответственно, добиться того, чтобы его массово, ну, не массово, а серийное производство было эффективным и прибыльным. Вы сказали, что не покупать дорогой тестер, а разработать свой. Для его разработки что требуется? Не тестер, не тестер. Смотри, там нужна вещь, мерить напряжение только. Там есть одна из функций, в которой надо мерить напряжение в строго определенном диапазоне и так далее. И можно делать два варианта с гальванической развязкой, без гальванической развязки. Один будет дороже, другой дешевле, но в принципе один позволяет будет в очень широком диапазоне работать, то есть на семь порядков измерения работает, как минимум. А вторая будет работать тонкие процессы, все мерить, все, что творится в окружающей среде, в биологической среде и так далее, для биологических исследований. Кстати, у меня много вопросов, связанных с биологическими исследованиями, довольно эффективно показалось, что можно измерения делать. Например, в двух пробирках, в одной у тебя ничего нет, а в другой, то есть ты меряешь среду, а в другой пробирке у тебя находится какой-то препарат, на него ты воздействуешь и видишь изменения, которые воздействия получаются. Но за счет того, что ты вычитаешь среду, потому что сама среда все время колеблется, она не стоит на месте, вот эфирная среда, она колеблется, а так как мы эфирную среду для того, чтобы убрать эти колебания и отделить их от существенного, ну от тех данных, которые тебе нужно получить, ты делаешь вычитание из измерений на препарате, вычитаешь среду, и соответственно ты получаешь что-то изменение самого препарата, потому что у тебя препарат вместе с эфиром тоже колеблется, и соответственно ты за счет этой разницы, ты получаешь хорошее измерение довольно достоверное. Это все можно видеть, можно компьютеры подключать, там все это блоки для галактической развязки, подключение компьютера по USB-шине, все это есть, программы есть это все, в принципе, это вот это можно сделать, наладить, сделать на даже не микроконтроллерах, есть готовые платы, которые довольно дешево стоят, но тоже многофункциональные, Arduino, я не знаю, знаешь, что это еще. Да, да, да. Ну вот такого типа даже еще есть более-более меньше, с очень большими функциональными возможностями там запрограммировать тоже все в принципе ничего стоит по большому счету. Просто там оцифровка нужна 16 плюс минус, там 16 бит надо, чтобы оцифровка была. Вот это есть тонкое, да, потому что диапазон динамический довольно большой. И соответственно переключение. Хорошо. И тогда переходим к третьему, к Найквистерам. Виноградов о Найквистере значит я произношу. И тут я пересматриваю сюжет с Петриком. Он показывает, где он прессует графен и получает звездную батарейку. Тоже идет речь, что это Найквистер. Видите ли вы, как инженер, каким образом мы можем получать бытовое электроэнергию? Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства. Будет конференция. Я на оциллографе покажу колебания эфира. Сейчас есть одна американская фирма, если я не ошибаюсь, одна фирма, которая на уровне микроэлектроники, то есть на уровне нанотехнологий создает схемы, которые эти колебания эфира, но они там по-другому это объясняют. На самом деле это прямое, они используют это. То есть они ловят эти колебания эфира и с помощью переключающих транзисторов и диодов они таким путем ловят вот эти колебания. Если ты их интегрально собираешь на несколько поверхностей навременно, там проникновение эфира, все это спокойно осуществляется, там нет проблем, и все это интегрируешь, то ты можешь получить хорошую энергию достаточно для того, чтобы на смартфоне эту энергию обеспечить для его работы. В принципе, они довольно далеко проделывались, потому что у них уже на уровне изготовления микросхем, у них уже там блоки существуют и так далее. Разрабатываются мы, ну это, скажем так, я скажу по технологии датчика самого, можно было бы сделать вещь, которая типа камеры, которая ловила бы эфирную составляющую, а не световую. И тогда можно было бы смотреть на звездное небо и видеть в реальном масштабе, что творится там на самом деле, а не картинку, которая, значит, приходит к нам неизвестно с какого расстояния, сколько времени свет доходит до нас. Так что можно вот как у Козырева смотреть напрямую в реальном масштабе времени. Но это вопрос будущего. Да, а с работами Юрия Евгеньевича Виноградова вы знакомы по Найквистеру? Нет, я так слышал об этом. Хорошо, я вам материал пришлю, потому что у него как раз расчеты, описания, хорошо, что я с вами созвонился. Ну и завершая нашу беседу, я в принципе все услышал, до зрителей донесли, актуальная тема какая? Я как журналист имею возможность в рамках действующего законодательства педалировать тему до несения, до заинтересованных лиц, разумных от народа во всех уровнях власти и соответствующих спецслужб и буду тогда ссылаться на ваши работы, потому что Ациковского нету, он не ответит, там американцев этих нету, виноградов тоже уже в возрасте, Петрик со спецслужбами там работает и так далее, не публичен. Вы у нас получаетесь один из самых публичных, доступных и научно аргументированных. Я подплю тогда ссылку прямую на сайт, там ссылку по всем ресурсам и так далее, там ты увидишь, там все в открытом виде, у меня все пользуется, кроме одной вещи. Я говорю, у меня нету пока теоретической части. Почему? Потому что это нужна абсолютно причинно-следственная, полностью выверенная модель для светового излучения, но я могу тебе сказать, что вместе со световым излучением у тебя идет параллельно еще эфирное излучение, которое они не видят. Оно есть. Но его надо эту модель выстроить. На самом деле ни у кого серьезной модели нет. И что я хотел сказать, да, и еще с чего я начинал, да, и значит, у меня все выстроено на причинно-следственной связи, причем четкой, потому что без этого модели нормально не получается. Плюс еще модель должна быть устойчивой. Все забыли об этой вещи. Многие там создают модели, которые в принципе, ну, понимаешь, я в первой профессии механик, я понимаю, что такое устойчивость, они не понимают, это физики практически не знают эту вещь вообще. для них устойчивость не существует, это такое случайное понятие, которое они слышали, но не знают, что это такое. А это важнейшая вещь, поэтому у нас только определенные конфигурации могут быть устойчивы, такие, как протон, например, поэтому нейтрон неустойчив, а если нейтрон вообще сущность элементарной частицы, это скорее всего промежуточное состояние, которое просто-напросто еще до момента устойчивости, оно существует в очень короткий промежуток времени, для того, чтобы потом эта система приходит в устойчивость и рождается протон. Понимаешь, да, это вот подход? Да, да, да. Виноградов говорил о том, что нам необходимо производство собственных чипов для улавливания варикапа, то есть повторить варикапы, но на микроуровне и тогда на одном квадратном сантиметре мы будем иметь миллион этих устройств из квадратного сантиметра можем получить я тебе пошлю ссылку на я найду вот это там правда единственное нет описания там есть рассказывает человек, который разрабатывал вот эту систему, которая улавливает в принципе колебания эфира, но они как бы считают, что это на эффекте Казимира, на самом деле это вот эфирные колебания не ловят, но там к сожалению только фильмы есть нету ничего нету с точки зрения реального описания я просто по другим вещам понял вы как инженер понимаете как с виноградом там что случилось что ему нужен завод по производству микросхем квант ну то есть таких производств в стране там единицы и то нету доступа и нет желания я поэтому на такие вещи не замахиваюсь потому что ты же понимаешь это туда не подпустят тем более сейчас никого я хотел уточнить видите ли вы не зная о работах виноградовой есть ли у вас свое инженерное видение как русский мужик из топора из топора может соорудить нечто понимаете ли вы как мы доступными методами без литографической машины которая стоит миллиард долларов и так далее можем приблизиться ну сначала может быть к прототипу а потом к масштабным ну вопрос задают там в госструктурах а как это можно внедрить есть ли видение на самом деле на самом деле наши пошли очень хорошим путем наши пошли на то что не делать такую сумасшедшую дорогущую и трудно реализуемую машину которая делается в Голландии для производства сейчас практически в Голландии делают они делают управляемые электронные пушки на пыление прямо на поверхность подложки вот Виноградов так и говорил использовать электронный микроскоп для этой цели но не микроскоп это обратный но не важно в принципе они этим путем и пошли на самом деле я так думаю наши за несколько лет сделают это все причем на уровне они обойдут запад там даже вопрос не в плотности а вопрос стоимости всего этого дела в первую очередь и быстроте там возможно небольшая одна машина которая там будет клепать там на больших пластинах а наоборот сделать они будут дешевые эти установки они будут можно многое делать вот и мы подходим к нашему новогоднему рождественскому подарку для населения мы вот плавно плавно очень так подошли что для чего я иду на встречу с первым лицом к первому лицу обычно идут за деньгами первое лицо скажет товарищ старухин деньги все вы знаете куда идут вот поэтому какие ваши предложения и я иду как раз с предложением что если у вас есть научное обоснование у нас есть производственная база то мы можем запустить народное софинансирование где в прямом интернет эфире мы проводим опыт по большому счету нужно создавать институт эфиродинамики и мощность всех интегрировать все людей которые в этом направлении работают у меня уже достаточно большая доказательная база как раз именно за счет того что создан прибор кстати такого нет нигде ни стране ни на западе которые мерят именно то что ту часть которая имеет отношение непосредственно к эфиру то есть не электромагнитные колебания и прочее а именно эфирные колебания и как раз для того чтобы поднять эту кухню на самом деле надо создавать институт значит подцеплять людей теоретики у нас есть практиков у нас тоже много всяких но их надо правильно направлять и корректировать все эти усилия ну а если микроэлектронику к этому делу подключить я говорю можно делать чипы которые будут видеть эфирные составляющие изображения хорошо тогда поясню и для вас и для зрителей Евгений Михайлович значит пункт номер один программы встречи с первым лицом это инициировать создание института энергии эфира все правильно и даже если Путин подмахнет и скажет да конечно же то депутаты только в этом году рассмотрят потому что бюджеты сверстаны уже на первые ближайшие годы сверстаны бюджеты это понятно соответственно я для вас и для зрителей и для первых лиц разъясняю Евгений Михайлович они же не понимают вы хотите создать институт и они сразу понимают а бабки где мы возьмем но от того что мы подпишем указ само по себе вот оно не возьмется поэтому у меня как раз я и озвучиваю это обществу что средства опять же Ярослав Старухин будет изыскивать уже не просто у граждан а у осознанных предпринимателей бизнесменов и в принципе народное планетарное софинансирование таким образом мы сможем запустить уже финансирование института целого на принципах народного софинансирования аналога этого в мире нету а сейчас это надо показывать примеры вот это как раз очень хороший вариант вот благодарю считаю что с вами я согласовал и буду двигать а на самом деле прикладные значит первое я могу сказать почему нужны такие приборы сейчас много излучений которые вредны для здоровья и их надо отслеживать этого никто не делает и поэтому очень много есть заболеваний всяких прочих которые возникают за счет того что значит не знаешь что параллельно с обычными электромагнитными излучениями у тебя в идеальном виде может быть все связано с электромагнитными излучениями нормально а на самом деле он теперь втонит в эфирном излучении который может быть и даже быть очень сильно вредным поэтому даже с точки зрения безопасности это надо делать почему потому что сам знаешь что на холодном ядерном синтезе много людей погорело да 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 я как раз с вами когда беседовал вспоминал судьбу забыл как раз кто занимался холодным ядерным синтезом и да не предвидя вот эти все тонкие процессы думал что оргстекло загораживает и так далее и так приборы для обеспечения экологичности и безопасности среды обитания это очень важно и это должно входить в обязательный комплект семьи и женщины которые в состоянии беременности и так далее его главная забота это народонаселение и восполнение но ключевым моментом ну да это эфир и безопасность для населения да 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 эфир и безопасность но упаковать это нужно маркетингово именно забота о будущих поколениях то есть о детях материнство женщины рожающие сейчас и о настоящем поколении тоже почему только о будущем я о настоящем ну по приоритетности имеется ввиду если не будет будущих поколений можно В общем, понятно Но ключевым моментом Является именно выработка электроэнергии Ибо Россия может заявить Это разговор Не для Эфира В смысле По нашему с тобой разговору Это отдельный разговор Понимаю Я для тех, кто будет Слушать Говорю о том, что Мир пришел К системному кризису Огромное количество на планете недовольных И в условиях исчерпаемой экономики Кризисы будут вести только К коллапсу И разрулить эту ситуацию можно Если одна из ведущих держав мира Выйдет со своим собственным Проектом И если на планете как минимум 1 миллиард Населения не имеет доступа До электроэнергии То Россия объявляет, что в течение нескольких лет Россия покроет весь этот дефицит И разрулит все вопросы Смотри Ярослав, на самом деле Сейчас уже в Соединенных Штатах Есть две фирмы Одна делает ротационные Генераторы На постоянных магнитах Другая делает На вращающемся магнитном поле Сверхединичные изделия Но там очень сложные обмотки Конструкция хорошая Она масштабируемая Сильно Но там очень сложная Конструкция Это без заводов Детализированных Не сделает Сейчас последняя была выставка в Дюбае Которая показала Что Там показали реально тоже генератор Правда нет подробностей о нем Но разработчики там в Дюбае И Корея Там фирма какая-то из Кореи То есть скорее всего Корея Готавливала электронику А в Дюбае они просто пригласили людей Которые там сидели Это разработали То есть это сейчас идет по миру Но нет принципиального решения вопроса С точки зрения простоты и надежности Вот в чем вопрос Это решаемо Вопрос политической воли Я сейчас в администрацию президента И в спецслужбы закидываю идею Как раз что Зиновьев сказал о том Что необходимо Чтобы у человечества была утопия Сказка И вот автономная энергетика Расселение мегаполисов Разрулить Ликвидация расставщичества И так далее То есть убрать несправедливость Творящуюся на планете Это и есть прекраснейшая Красивейшая сказка утопия Первые компьютеры были огромные Первые транзисторы были огромные Уже сейчас они у нас умещаются Миллион штук на квадратном сантиметре Поэтому это техническая задача Ключевой момент Это политическая воля И сейчас избирательные компании в России Сейчас избирательные компании в России Есть возможность На самые разные коридоры власти Разным башням Кремля Эту информацию донести Сейчас последняя разработка Вот этого Значит Комитета по лженауке Значит Они запрещают Генерацию Частным образом Фактически они прикрыли Вот это направление полностью Так что с этим придется Очень серьезно бороться еще Потому что они прикрыли Для того чтобы оставить большие только Концерны Типа Атом и так далее И прочие вещи Но Они очень боятся Эти самые генерации Энергии На местном уровне Но есть другая вещь Что Богу Кесарю Кесарева Да Вот Большие серьезные Большие мощности Где прокатные станы Работают Где литевые И прочие Мощные Насчет электролизеры Это Там нужны на самом деле Гидростанции Там нужны Атомные станции Которые Большая мощность И от этого Никуда не уйдем Они нужны Потому что Большая мощность Эфирной технологии Она придет Очень не скоро Потому что Там вопросы Масштабирования Они сложные И вопросы Защиты Они тоже Очень сложные Поэтому А для маленьких Мощностей Ну на домик Всегда это можно Делать Устройство Которое Генерирует Даже если Оно будет Частично потреблять Энергию Как вторая Американская фирма Она делает 4 киловатт 5 киловатт На выходе 40 Это же нормально Понимаешь Да что Почему они Не закольцуют Технологический Процесс А это Скорее всего Не уходит Таким образом От преследований Я понял Хорошо Я понял Как вариант Это тоже Хороший вариант Потому что Ты Ну понимаешь Ты следующий шаг Дело в том Что ты следующий шаг Получив эти 40 Из них можешь Делать уже 160 Например Да До мегаватта У них Они пишут Что до мегаватта Есть Я тебе ссылки Все эти пошлю Хорошо Будет А сейчас Они начали Просить списки Тоже такие страны Говорят Пришли мне список Кто будет Огласили в прямом эфире А что не пустят люди Если придут люди Ну Ну видимо для того Чтобы в гостиницу Спокойно пройти Нормально Чтобы не было Там никаких Экстасов Видимо Безопасность Этого Хочет Чтобы все это Пропускали По списку Ну Особо Много женщин Тоже Не старайся Это самое Я извиняюсь Мне Там пришли Все Евгений Михайлович 500 женщин Много не приведу Только 500 Для начала Хорошо Нет 500 Там близко Не поместят Хорошо Все Низкий Низкий поклон Всего доброго До встречи До свидания До свидания Пока Ну дорогие друзья Знаю что Из разных кабинетов власти Слушают И смотрят Сюжеты Глобальной волны Вы сами услышали Хотите вы Отапливаться Эфирной энергетикой Помогайте Хотите Чтобы ваши дети И внуки Росли И понимали Что мы находимся В океане Космической Эфирной среды Как связано Излучение С похолоданием Ведь Детям же надо Объяснять Почему стало холодно А движения Воздуха нет Многие живут За городом И наблюдают Вот это Что Абсолютно Тихий Штиль И вдруг Погода Меняется Но не Объяснить Ребенку Вот эти сказки Что воздушные Массы Переместились Из Арктики И так далее Соответственно Очень информативная Беседа Чрезвычайно Интересная Ждем Производственников Кто готов заняться Производством Ну в общем Специалистов Продолжаем Как всегда Быть Информационной Площадкой И интеграторами По объединению Творческих Творческих Здравых Любящих себя И пространство Людей Всем всего Доброго Дорогие друзья Будьте аккуратны Купаясь в проруби Будьте аккуратны Чтоб число Ныряний Равнялось Число Выныриваний Всего доброго Вадим Вадим Привет Ярослав Глобальная волна Для улучшения Обслуживания Идет Запись Запись Я тебя с днем рождения Хочу поздравить Благодарствую У меня есть подарочки Для вас В честь моего дня рождения Есть для вас подарочки Только что записал Разговор Интервью Савшаровым Теория Как раз Отвечающая Вашим Как бы Этим Постулатам Требованиям Непротиворечивости Логичности И так далее Выложился Хорошо Ну посмотрим Савшаровым Мы параллельно Хоть что-то Ну я же предлагал Ну я же предлагал Научно-исследовский институт Видов материи Или научно-исследовский институт Свойств Видов материи Или научно-исследовский институт Свойств Материи Вот три варианта Какой короче Согласен В простонародье институт эфира Согласен Но это неправильно Ты тем самым Его раскрываешь И это будет объектом нападения Это неправильно Нужно наоборот Сделать так, чтобы специалисты поняли А не специалисты и не обращали внимания Смотри, речь идет о том, чтобы Если нам переписали историю То мы говорим о том Чтобы восстанавливать имена А имена у этой свойств Даны нам в преданиях Древние люди эту среду Тогда малоизученную И постигаемую только Неинструментальным способом Называли эфиром Ну почему мы должны искажать То есть научное Чтобы научное сообщество не сопротивлялось И претензий не было Твоя трактовка А в народе Аристотель, Платон, Эфирм Это все называли У тебя есть такие источники Вот я насколько вижу Это только последние 300 лет Ее эфиром называют Ну достаточно Менделеева В принципе нам далеко Ну что нам на Аристотеле Правильно, что махать Ну Менделеева открываем И там все читаем Все нормально Ну Менделеев не авторитет Он один из главных корпускулярщиков Скажем так Безопасных корпускулярщиков Которого просто выставили Чтобы никому обидно не было Это уже время своего удвинуть Эфиры это поле А не частицы Даже Менделеев его пытался Представить частицей А паразитам это выгодно Чтобы исключить целый вид материи Из науки А как ты можешь объяснить Чего-либо без лишних сущностей Которые не существуют Что-либо Вот они придумывают Разные черные дыры Черную материю Энергию тоже черную Темную Из-за этого у них все не состоится Потому что они просто Напросто исключили из науки Половину видов материи Понимаешь Как можно объяснить Ты понимаешь, что Поле и атомы Находятся в взаимной Причинно-следственной связи Невозможно Просто что-либо Объяснить и понять Как работает Без атома И без поля Все, что мы видим Находится во взаимодействии Этих двух видов материи Понимаешь И тебе тут эфир Называют, что это частицы И все Пустили под откос Очередное направление В науке Хоть вроде бы правильное Но вот Теперь его полностью Дискредитировали Но Менделеев До наших времен Не дошел Кроме тебя Что Менделеев Корпаскулярщик Никто больше не знает Кроме единиц Поэтому Это все знают Ты просто посмотри Где он говорит Об эфире Как о поле Рассказываю Что до 1915 года Об эфире Вообще Никак не говорили Ну вот Ты прочитай учебники Хоть какие-нибудь За то 19 века Там эфир Нигде не определялся Понимаешь Нигде А с 1915 года Просто запретили О нем говорить Как о поле Ну как о поле Вообще запретили Но зато разрешили Говорить Как о частицах Полностью с тобой Согласен Но мы должны Показать Почему так произошло С одной стороны Конспирология Планировщик Сдерживал Ярослав Я знаю Как это произошло И почему Это произошло Эта диверсия Готовилась 100 лет Ну почти 100 лет Там 95 лет Ее готовили Самые первые Вбросы Ну как сейчас Окна Авертона Да Это Катюшек Обнаружил Первый Это был Лобачевский Клоун Да Посмотрели Как тут реагировать Тогда Его считали Просто дебилом Ну клоуном Ну попутал Ну надо Ну от Ну посмеяться Может быть Потешиться Попутал Направление Страектории Ну даже Геннодисты Понимают Что это Не одно и то же А он Вот попутал Специально А теперь Именем этого Клоуна Называют Университеты И постепенно Постепенно Уже к концу 19 века В науку Проникали Фрики Настоящие Ну правда И наряду С нормальными Учеными Там в начале 19 века Много Ну Таких Совершенных Ученых Было Правильных А к концу Века Все Больше и больше Суда Фриков И прям Специальных Засланцев Диверсантов Вроде Эйнштейна Резерфорда Бора Ну Вся эта Когорта Которая В учебниках Это все Диверсанты Самые Настоящие И они Полностью Все там Поменяли Замолчали Наличие Эфира И в том числе Как поле О поле Вообще Никто не говорил Почитай В 19 веке Про поле Просто Забывали Собственно Термин Появился Ну Гораздо Позже Вот И все это Закончилось В 1915 Году Публикации Общей теории Относительности Эйнштейна После которой Было запрещено Преподавание Логики В школах Ну вообще В любых На всей планете Ты представляешь Сразу Вычеркнули Ну и все Все Наука Пошла Под откос И кстати 1915 Год Ты же помнишь Что было В Европе В 1915 Году Война шла Убивали Германию Одна из причин Убийства Германии Это Передовая Наука Самая Передовая Наука На планете Была В Германии Вот Ее уничтожали Заодно Да Верно Благодаря Благодаря Их Опытам Мы Тюрию Как раз Пополнили Этими Экспериментами На их базе Делали Выводы Такие дела Полностью В эфире То есть Эфир Является Носителем Всего Этого Но Ни в одном Учебнике Ты не найдешь Определения Нигде Нету То есть Ну Приблизились Но Не дали Определения На самом Последнем Моменте Не знали Что это Такое Ну И Первый Кто Из наших Ну Вовсе Из серии Ученых Кто к этому Более-менее Приблизился Это Ломоносов Вот 1748 Году Он написал Письмо Элеру Очень рекомендую Его прочитать Где он Доказывает Что Причины Причины Сил Тяготения Ну Сближения Сил Которые Стремятся Вот они Друг к другу Они же неправильно Это не тяготение Это приталкивание Но он так Сформулировал Так вот Причины Этих сил Находятся За пределами Объектов Вот этих Тел В этом Письме Это научная Работа Он там Доказывает Блестяще Просто доказывает Что Причины Сил Тяготения Находятся За пределами Этих тел Понимаешь Которые Тяготеют Друг Другу Вот Ты понимаешь И До него Тоже Об этом Догадывался Тот же Самый Ньютон Он правда Об этом Нигде не писал Но В комментариях Можешь посмотреть Там В математических Основаниях Натуральной Философии Он Там Два места Где он Пишет Что Эта Книга Это чисто Математика И Те причины По которым Тела Другу Тяготеют Он не Рассматривает Но Он говорит Я бы Назвал бы Эти силы Натиском Или Напором Он говорит Препочитаю То есть Он знал И понимал Но Прощение Он говорит Что Буду В тексте Писать Что это Тяжение Но Вы знаете Что Я так Типа Не думаю Вот Вот Так Он Знаете И интерпретировал Конечно Но Суть Такая Хорошо Вадим Значит С Авшаровым Обсудили Тему Что Он говорит Конечно же Необходимо Создавать Институт Еще раз Как ты Произнес Давай Чтобы я Правильно Повторил Научно-исследовательский институт Свойств материи Свойств видов материи Или просто видов материи Ну Хочешь Давай С ним Пообщаемся На эту тему Он тоже Понимает Видимо Свойств видов материи Значит Смысл О чем Что Встречаясь С башнями Кремля С первым Лицом И так далее Есть постановление О создании Института Но Финансирование Может быть Только через 3-4 года Поэтому Речь идет О Формирование Народного Софинансирования Планетарного Народного Софинансирования Ему идея Очень понравилась Какое твое Отношение Произвожу Опрос Народного Мнения Я могу сказать Что это конечно Хорошо Но этого Недостаточно Нам же Не просто Нужно Институт Создать И решать Какие-то Локальные Проблемы Нам надо Менять Образование В этой сфере А тут Без Государственного Влияния И финансирования И поддержки Это просто Невозможно Сделать Ну что Мы будем Создавать Собственные Учебные Заведения Взамен Тех Которые Но это Совсем Другая Нагрузка Понимаешь Это не прямой Финансирование Института Бюджетирования Я имею ввиду Что Нам нужны Прототипы Прототип Научное Обоснование Овшаров Уже дал Научно-теоретическое И Виноградов Сделал Петрик Прототип Рабочий Уже сделал Нам нужно Опытно-конструкторские Работы Малосерийного Производства С выходом На серию И далее Далеко Далее Нужна Самая главная Его деятельность Будет Создание Образовательных Материалов Обучение Новых Инженеров Создание Научного Совета И Своих Собственных Докторов Кандидатов Для замены Кадров В Академии Наук Какие-то Образовательные Материалы Для школ Точно Нужны Будут Новые И Вторая Основная Деятельность Это Научно-практическая Деятельность В том числе Для Новых Экспериментов По новым Направлениям Для того Чтобы Углублять Теорию Потому что Мы уже знаем За что Ухватиться Это же будут Эксперименты Не научный Тык А научный Тык Мы знаем Куда Тыкать Чем Тыкать Какие результаты Мы должны Получить Мы это Все знаем Поэтому Этим делом Будем Заниматься А уже Потом Из научно-практической Деятельности Будут Получаться Формулы Для разных Эффектов Связей И так далее И уже От него Будут Почковаться Уже Инженерные Решение Это уже Пятая Ступень Мы еще До четвертой Не дошли А ты уже Предлагаешь Пятую Смотри Что я вижу Что единицы Двигают Цивилизацию Вперед И работу Институтов Целых Комплексов Выполняют Единицы Людей Вот Поэтому Задача Института Это формализация Общественного Признания Это как раз Фокусировка Общественно-политической Воли Направлений Куда Всем вузам Смотреть И какие кафедры У себя Вузах Создавать Ну согласен Согласен Да Это больше административно Исследовательская Вещь Которая Курирует Производственную Часть Потому что Ни одному Сегодняшнему Подразделению Невозможно Поручить Разработку Создания Такого Завода С таким Эффектом Потому что Выяснится Что специалистов По этим Направлениям Нету Да Да Вот Поэтому Народное Софинансирование Это факт Того Что Поддержит Ли Общество Вот эту Утопию Планетарную Что Автономная Децентрализованная Энергетика В каждый Дом Если Общество Услышит О чем Идет Речь И люди Зашли Купили Акцию Купили Токен Каким-то Образом Проявили Себя Зафиксировали Ну значит Общество Созрело То есть Планировщик Для чего Развалил Сдерживали Развитие Цивилизации До какого Момента Гипотезы Гипотезы Что в 24 Году Будут Неординарнейшие Солнечные Активности Авшаров В сюжете Сказал 100% Эфирные Процессы Понятно Почему Могут быть Наводнения И почему Большая часть Населения Сохранится Именно На Русской Возвышенности То есть Все Становится Абсолютно Логично Откуда Были взяты Все Пророческие Предсказания И так Вопрос О Субъектности Общество Услышит О чем речь Кузнецов Послушает Эту тему Башни Кремля Послушают Эту тему И мы увидим Каким образом Это все Расходится В обществе Либо Торпедируется В Академии Наук Авшаров Сказал Приняли решение Не рассматривать Никакие Децентрализованные Генерирующие Системы Так Про между прочим Чтобы было понятно На каком уровне Производ Да Паразиты Там значит Однозначно Все Хорошо Главное Что Значит Приходите В глобальную волну Заходите В подразделение Логики Вадим Жонко Ведет Ведет Лекционный материал По теме Логики Вадим Рекламу Своего чата Сделай И будем Завершать Задача Нашего Экспертного Совета Которого Еще нет Сформировать Его Подготовить Всех На основании Логики Наука Правильного Мышления Затем Этот Экспертный Совет Будет Зачатком С началом Научного Совета Нового Института Так что Приходите Если хотите Поучаствовать Да Все Вадим Благодарю Все Тогда на связи В рабочем режиме Все Счастливо Пока Вот так вот Дорогие друзья Решаются Вопросы Записывая На камеру Деляясь Со зрителями Изучайте Эфир растет Вырабатывается Водород Водород Соединяется С кислородом И вот Объяснение Как происходят Потопы Кстати Обратите внимание На улице Минус 25 Найдите Событие АК Несколько дней Тому назад Вышло из берегов На улице Минус 25 А на реке Ледоход Объяснить это Можно только Резким повышением Воды Откуда зимой Взялась вода Дожди не идут Дорогие друзья И только Если мы Соединим Солнечную активность С выработкой Водорода С тем что Земля растет На 5 мм В год С орбиты Спутника Это зафиксировано Вот у нас Объяснение Выделяется Вода Трансмутируется Вода Синтезируется Вода И вот Из ручейков Под снегом Наполняется Русло Реки И река Что Выходит Из берегов Дорогие друзья Вот Думаю Достаточно информации Для башен Кремля Для лиц Принимающих Решения Но И влияние Личности на историю Дорогие друзья Никто не отменял Подписывайтесь на канал Подписывайтесь И нажмите обязательно Колокольчик Тогда будут вам Приходить Уведомления О новых сюжетах Или новых Стримах Стоп снято Бессмысленные Понятия Добра И зла Когда вперед Нам двигаться Нельзя Когда река Прогресса Не течет Тогда Со злом Вступили Мы в расчет В застывшем Состоянии Страна Уже не видит Ни добра Ни зла Не двигайтесь Аморфные Создания Получите Своего Воздаяния Ведь даже Падший Ангел Сатана Небесный Канцелярии Зак Мнение Есть Порождение Абсолютного Добра Как Почему Различные Здесь Мнения Но мы С рождением Детей Приходим В этот Мир И оживляется Шкала Добра И зла Людей И разгорается Костер Космических Идей Стремление Вверх Падение Просим Тайные Русская земля Прощуры Наши Нам дали Свободу Прощуры Знали Что Умирают Не зря Во имя Сегодняшнего Дня Стань За веру Русская Земля Каждый день Это новая Ступень Время Бесценно Убей Свою Лень Движение Вперед Путина Зовет Жить И учиться Больших Высот Добиться Смело В полет Лети Словно Птица Меня Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Это наша С тобой Русская Земля Лещу Не молчу Разрываюсь И кричу Программа Путина Продвинуть Хочу Меня Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Цифровая Россия Скорее Приходи Прорывные Технологии Быстрее Приноси Устарели Нефти Газонами Технологии Свободная Энергия Магнитные Потоки Патриот Уже В пути Едет По России Донести До вас Новые Идеи В каждый Дом Со спутника Ты мудрость Привноси Великая Россия Мы Уже В пути Меня Развивает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Я верю В тебя Путина Моя Это наша С тобой Российская Семья Баранку Верчу В трансляцию Кричу В сознание Встречаться хочу Меня Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Антропогенная Нагрузка Быстро Нарастает Цивилизационный Кризис Резко Подползает Проект Путина Гениев Найдет Программа 2020 В каждый Дом Придет Сожми Волю Кулак Подними Его Вот так Россию Подними Всех Голодных Накорми Больных Излечи И бездомных Рассели Программу 2020 Ты Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Я верю В тебя Путина Моя Это наша С тобой Земная Судьба Лечу Не молчу Во всю силу Кричу Программу Путина Продвинуть Хочу Меня Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Кто такой Патриот Тот, кто любит Свой народ Он готов Учиться Жить, любить, трудиться Грызть Гранит Науки Избегая Скуки Молодежные идеи Будем двигать Впереди Наш народ Себе Уверен Сможешь Ты Себя Найти Мы Россию Отстоим И в обиду Не дадим ВВП Вперед Россия Зовет ВВП Вперед Россия Зовет Тебя Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Я верю В тебя Путина Моя Это наша С тобой Путеводная Звезда Лечу Не молчу Разрываюсь И кричу Программу Путина Продвинуть Хочу Меня Поглощает Глобальная Волна Делай Как я Думай Как я Встань Встань За веру Русская Земля Встань За нашу Веру Русская Земля Лечу Я меняю Одеяния В новый светлый День вступает Ясным солнцем понимание Все повсюду озаряет Свет для яси, побед внутри Свет для яси вокруг горит Наполит, очистит, исцелит, освободит Завеча дарит, прославит И меня предложат жерные яйца Сияющая, как солнце Я лисен, сияющая, как солнце Как солнце Я меняю оленя Новый светлый день вступая Ясным солнцем понимание Все повсюду озаряет Свет для яси, побед внутри Свет для яси вокруг горит Наполит, очистит, исцелит, освободит Запечатай, прославь И меня преображен Я лисен, сияющая, как солнце 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 Во мне внутри свет я есть, Вокруг гори. Наполни, очисти, исцели, Освободи, запечатай, Прославь и меня, преображенная, Я есть сияющая-то точь, Я есть сияющая-то солнце. Как солнце, как солнце. Как солнце, как солнце. Как солнце, как солнце. Обязательно, дорогие друзья, ротация, ротация, ротация на глобальной волне, на планетарной волне, везде, в Москве. Ну, это значит, что публицируется, это выступление происходит. Нельзя любя, не в чему свое сердце томить, Новый день окружает тебя, Будем искренне жить. Жить за клёв, вопреки, И логниться на бревни. Пойти круг, вверх круг, В этот мир, что нет нас тут. Можешь ты, Бог, встать, И слететь своей судьбе. 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 А мы на земле повторяем Творца. Как пожелаем, так будет всегда. Забыли, младенцы, что дети богов, Для счастья и рая являют свой ход. Ход новых идей и движений границ, Подвижка сознания и мегастраниц, Являют пространство намерений сил, Сплетенные в жгут из разрозненных книг. Образ будущего, образ мечты, Где на планете нету войны, Нет болезней и голода нет, Есть изобилие и счастье для всех. Эфир все создал, И тебя, и меня, Планеты, и космос, Так было всегда. Кто разгадает загадку веков, Тот карму очистит во славу богов. Ты вспомни о том, Зачем дана тебе жизнь. Мы тебя ждем, Просто решись. Кто разгадает загадку веков, Тот карму очистит во славу богов, Тот карму очистит во славу богов.